Товарищ полковник, объясните, пожалуйста, а что происходит с успеваемостью моего сына? По поводу Соболева. Говорят, он парень способный. Здесь всё-таки замешанная женщина. Вы куда взвод тянете? Второй курс, как никак. У Соболева он вообще три двойки. Так у Соболева там из-за другого, из-за девушки. А, слушайте, так у вас здесь ничего не должен стоять. Почему? Работа получилась, и звон плохая, и звон плохая, да. Похоже, он вообще мечтал. На тебя сдавать? О чём игра тут? Да у нас ставки божеские. Сдавай. Оставь ты её в покое, а. Кого её? Девушку-друга? Риту или как там её? Это совсем другое дело, да. По сравнению с первым вариантом. Пять-пять! Да фига себе, Сухой был прав. Достаточно, Соболев. А почему? А вы мне уже и так на шестёрке не говорили. У тебя ни одной открытой двойки не осталось? Так точно. Разрешите мне сегодня увольнение. Алло, Гритер. Слушай, тут такое дело, в общем, я приду. Пудрит он ей мозги. Задурил голову всякими тусовками. Не помнишь, какого конца? Ну как же не помню? Помню. Трофимов. Если этот Казанова ещё раз к моей дочери хотя бы позвонит, я его кастрирую. На ближайший месяц все увольнения для вашего взвода прекращаются. А почему? А это ты у Трофимова спроси. Да, Трофимов? Алло, Вероника? Вероня, я сегодня не смогу. Нам уволок закрыли. Нет, всему взводу. Нет. Ну при чём тут Анжела? Да я тебе честное слово говорю, всему взводу закрыли. Представляешь, уже уволительные в карманах были. Да тут полка нарисовался и всем гомою. Да блин, там длинная история. Трофимов нашего помнишь? Помнишь? Так вот, залетел он со своим списком. Я говорю, всем списком залетел. Как мы здесь при чём? Понимаешь, тут принцип простой. Залетел один, получают все. Понимаешь? Алло, Рита. Привет. Слушай, ну тут такое дело, в общем, я не приду. Ну нам уволок закрыли, всему взводу. Ну кто, кто? Ноздря. Ноздря. Ноздрёв. Умывальников начальник. Я отца на командир. Ладно, давай, всё, перезвоним. Я извиняюсь. Это, кто это у тебя, умывальников начальник? Товарищ Мюр, это я братику звонил, двоюродному. Сказку рассказывал про мой додерп. Я смотрю, сегодня у всех резко братики нарисовались. Весь взвод им звонит, сказки рассказывает. Они губы накрасили и слушают. Товарищ Мюр, ну серьёзно, почему мы все должны страдать из Трофимова? Почему страдать? Набираться у маразма. Есть армейский принцип. Один за всех, всем за одного. Слыхал? Никак нет. Не ври, слыхал. Я тебя только что озвучил. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. На перегонки с ветром, впереди любовь, где-то там. Потому что у нас все роли главные. Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идёшь, и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные. Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идёшь, и рядом я... Пацаны, слово подскажите. Самое популярное занятие на досуге. Пора бы уже знать, Печка, что самое популярное занятие на досуге – это секс. Секс не подходит. Слыхали, пацаны? Секс при Печке не подходит. Да хорош прикалываться. Самое популярное занятие на досуге. На К начинается, на Д заканчивается. Сколько букв? Девять. К и Д. Ну, Печка, неужели не догоняешь? Ну, а что это? Это у тебя под носом. А, точно, кроссворд. Эрудит, блин. Вам мат, гроссмейстер. Какой там счёт? Девять-восемь выведёте. Может, ещё? Достал уже. Я скоро во сне буду видеть эти пешки. Ну, а что ещё делать? Блин, Трофим, это мы у тебя должны спросить, что нам ещё делать? Если бы не твой гарим, я бы сейчас где-нибудь соль губ сожигал. А у Вероники Родаков дома нету. Слыхал, Трофим, у Печки из-за тебя такой шанс обломался. Придётся тебе как-то компенсировать. Не, пацаны, а что я такого сделал? Я не виноват. А это никого не волнует, ясно? Мы здесь, между прочим, из-за тебя падимся. Так что давай, развлекай нас. Ага, вам тут станцевать или на шпагат сесть, а? А ты совмести, весело будет. Картишки не желаете? У тебя что, карты есть? Естественно, я бы не предлагал. А что, можно? Хоть какое-то разнообразие. Как насчёт храпа? Давай лучше в дурака, я в храпа просто не умею. Триндишь, Печка в храпа не умею-то. А по ночам тебе не скажешь, чемпион мира по храпу. Я уже давно не храплю. Когда я там последний раз храпел, а? Ну, вы что, будете? А если засекут? Не засекут, Печка. Ты же на шухере постоишь. А что это я? Ты же в храпа не умеешь. Храпа, макар, храпа. Ну? Ну что, Маш, сходила? Сходила. Ну? Значит, с нотариусом быстро всё уладила, в БТИ заскочила, справку сказала. Машка, Марианка, а что бы я без тебя делала? Да, но есть один нюансик. Так, какой нюансик? Справка будет готова только через месяц. Так начинается. Как через месяц, Маш? Мы же с кредитом пролетаем, Маш. Ну, я им тоже объяснила. Ну? Ну, но там есть один человек, который мне намекнул, что можно процесс ускорить. Только это будет, конечно, стоить... Начинается. Сколько? Там по-божески 500 рублей. По-божески? По-моему, Господь Бог к этой конторе какое отношение не имеет. Они что, хотят, чтобы я им ещё квартиру, что ли, подарил? Вань, ну все так делают. Ну, плевать мне на всех. Мы так делать не будем, Маша. Я в жизни никогда никому на лапу не давал. И сейчас не собираюсь. А если у нас нет другого выхода? Да ладно. Это мы ещё посмотрим, нет. Как ты говоришь, зовут этого твоего, ну, ускорителя? Зачем тебе? Ну что, познакомиться хочу. Вань, не надо, ты ж всё испортишь. Машенька, я тебе клянусь. Ну, просто поговорю и всё. Я тебя очень прошу. Ну что, Трофим? Лови два Тузевича с Козырным. И два Вальта. Тащи. Надо было шестёрочки-то придержать. Да, блин, что ж за непруха сегодня. Да, вот так. Да всё логично, Трофим. Зато у тебя баб целая колода. Кого опять делать? Гуся, что ли? Трофим, ну ты что, больше птиц не знаешь? Ну, страус, например, я не знаю. Покажи нам страус. Мужики, вы не против? Как я тебе этого страуса покажу, а? Ты что, страуса никогда не видел? Давай, 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 Трофим, публика ждёт. О-о-о! А ничего, похож. Казат нам в следующий раз забросит. Слушай, а что это у нас птичка-то молчит? Да, кстати. Трофим, давай, каркни нам что-нибудь. Да откуда я знаю, что он там каркает, а? Нормально. Ну, 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 ты же у нас страус. Трофим, давай, смелее. Не стыдись. Смирно. Извиняюсь, не помешал? Макаров, это что за представление? Так это, Трофим нам страуса показывал. Страус? Так то есть... Зачем? Просто так. Шутка. Шутка. Значит, вы здесь КВН устроили, да? Сырников, а что это вы там прячете? Ничего. Давайте, давайте, показывайте, показывайте. Так. А вот это уже не шутки. Чьи это? Твои? Никак нет. А чьи? Чьи, я спрашиваю. Стало быть, не чьи, да? Ну, значит, будут мои. Ну, а казино мы ваше прикрываем. Товарищ майор, мы не играли. А что вы с ними делали? Домики строили? Никак нет, мы это, фокусы показывали. А, то есть вы Трофимову фокусы показывали, а он вам за это страуса, да? Ага. Слушайте, а хотите, я вам тоже фокус покажу? Крэкс, пэкс, пэкс. И что? Как что? Вы разве ничего не заметили? Нет. Ну, как же. Только что на ваших глазах свободное время превратилось в три часа самоподготовки. Товарищ майор. Кругом на самоподготовку. Ахалай, махалай. Фокусники. Поэтому в данном случае слово прошедший никак не может быть причастным. А следовательно, что? С запятыми не обособляется. Кстати, пока я не забыл, запишите-ка домашнее задание. Блин, хоть бы раз забыл, а? Так, значит, на следующем уроке я с удовольствием приму ваше сочинение. Тишина, тишина, что за гул? В чем дело? Что такое? Лев Михайлович. Да. А мы же на прошлой неделе писали сочинение. Мы писали. Что, по Тургеневу вы писали? Никак нет. По Некрасову. По Некрасову? Ну, вы же понимаете, что это совершенно разные люди. Ну, просто вторую неделю подряд. Перепечка, погодите. У вас что, мысли закончились? Садитесь. Тихо. Я вам более того скажу, дорогой мой друг, что у нас и на этой неделе сочинение, и на следующей неделе сочинение, и через неделю сочинение. Конец, третьей четверти, господа. Да. Товарищ полковник, разрешите доложить прапорщик Кончемирова? Отставить. Доложить. Ты мне лучше доложи, что ты там устроил в бюро технической инвентаризации. В бюро? Откуда вы знаете, товарищ полковник? Оттуда. Звонили уже. Это ж надо. Явился в пьяном виде. Устроил скандал. Что это такое? Почему пьяный, товарищ полковник? Никак нет. Я трезвый был. А что ж тебя тут под белые рученьки вывели? Ты додумался, бросился на государственного служащего с кулаками? С какими кулаками? Товарищ полковник. Да не было этого, я вам клянусь. А что было? Просто поговорили. Громко. Так громко, что до училища. Эхо докатилось. Да там просто, товарищ полковник, козел один. Помолчи, Кондемиров, помолчи. Все у тебя кослы. Один ты, ягненок. Ну, серьезно, товарищ полковник. Сидит там вот, ряжку свою на взятках наел. Но я ему вежливо, товарищ полковник, вежливо пытаюсь так сказать что-то объяснить. А он мне, дескать, вы таксу знаете. Да, ничем больше не могу помочь. Я говорю, да вы что, откуда у прапорщика, ну, такие лишние деньги-то могут быть. А он говорит, я вам скажу, откуда. С какого-нибудь склада. Ну, я и объяснил им там, что я думаю об этой лавочке. Вот теперь я сиди и выслушиваю, что они думают о нашей лавочке. Товарищ полковник, ну, наша... Ладно, помолчи, помолчи. Красавец. Что так и сказал со склада? Так точно. О, козел. Во, товарищ полковник, я ему точно так и сказал. Затем мы закрываем теги. Делаем это в обратном порядке. Фонд, центр, боди, HTML. То есть, закрыли тело документа, а затем и сам документ. Сухой, ты что, на СМС-ку мне пуляешься? Печка сядь ровно. С Ольгой, да? Ну да. Такова простейшая структура любого HTML-документа. Если есть вопросы, задавайте. Вопросов нет, продолжаем. Сухой. Можно я Веронике отправлю СМС-ку? Соворот, Крепич. Я, кажется, просил задавать вопросы мне, а не Сухомлену. Переходим к практическим занятиям. Можно включить компьютер. Все, кто загрузился, открывает композер и создают нам новые документы. Так, друзья мои, мы, кажется, с вами договаривались, что на время занятия отключаем свои мобильные телефоны. У кого пищит? Я спрашиваю, пищит у кого? Ясно. Ну-ка, вырубили все свои мобильные телефоны. Еще один звук, и игрового времени у вас сегодня не будет. Так, Макаров, я сказал отключить свой мобильный телефон. Не надо думать, что вы здесь самые умные. Макаров, я что-то неясное сказал. Давайте телефон. Если вы можете сами отключить, я вам помогу. Давайте, давайте. Сергей Викторович, вы нельзя отключить. Давайте телефон. Меня пин-код не знает. Телефон, Макаров. Почему отключать нельзя? Потому что я не знаю пин-кода. Кто мне его потом включит? Ну, в таком случае, Макаров, ваша Рита подождет перемен у меня в столе. После урока заберете. Продолжаем. Так, дальше, слушаем. А у вас есть отцы и дети? Ну, в смысле, Тургенев. Ну, это я поняла, что Тургенев. Ну, только нам не сам роман, нам критика нужна. Значит, критика по Тургеневу? Да, если можно, сразу три. Ого, поздновато вы спохватились. Вся критика уже на руках. Зашибись. Так, я понимаю, у вас сочинение по Тургеневу. Ага. А что, критики совсем никакой нет? Критики нет, а первоисточников полно. Хоть бы раз кто-нибудь перед сочинением почитал не критику, а оригинал. Спасибо, мы поняли. Ну что, пацаны, что будем делать? А давайте. В смысле? Ну, оригинал давайте. Сейчас. Трофим, ты что долбанулся? Ты реально собрался эту бодягу читать? Да. Ты видел, сколько там страниц? Нет. Или глаза лопнут, или мозги. Пойдем, мы же второй взвод треханем. Может, их написал кто, а? Вот идеи тряси. Так, вот держите. Тургенев избранная. Спасибо. Трофим, ты реально сдвинешься. Эх, котлетки просвистели, только путь. Да? Я бы еще таких пять штук заварил бы. Не понял. Ты чего из моей тубочки трешься? Я не трусь. Я в наряде порядок наложу. Наводишь порядок в моей тумбочке? Что-то я в обязательстве к Невальеву такого пункта не видел. Ты чего надо было, а? Что оно тебе написало? Слушай, тебя родители не учили, что трогать чужой нехорошо. В том-то и дело, что чужой трогать нехорошо. Слушай, ты, ты меня уже задрал, понял? За-дра-от. Это ты меня задрал, сука. Что ты там вековала? Ладно, позаново, что делать не так, а? Еще раз мою вещь тронешь, я тебе пальцы повыдергиваю, козел. Рискнись, дурак, брык! Э-э-э! Брык! Что в самом деле, а? Шлепок. Слышь, Макар, чё? Ну, ты считаешь, что это нормально? Что именно? Вот у тебя есть ситуация с Ритой. Вообще-то я думал, твоя девушка Ксюха зовут, а не Рита. Макс, я сейчас серьезно. Рита девушка Кирилла, а ты лезешь. Лезешь сейчас ты. Причем туда, куда не надо. Я думаю, что чья Рита девушка, она сама разберется. Макс, у меня по-дружески. У них штамп, видишь, все серьезно. Да? Может, у меня тоже. Все серьезно. Все? Так точно все, товарищ генерал. Решите идти. Погоди. Что там у тебя с ипотекой-то? Да ничего, товарищ генерал. В смысле? Да в прямом смысле. Передумали мы строиться. Подожди, подожди. Как передумали? Товарищ генерал, надоело мне унижаться по этим кабинетам бегать. А кто это у нас тебя унижает? Кто такой смелый? Кто ты? Эти жабы. Сидят там в своих кабинетах. Такое ощущение, что нет. Ну, не они тебе справку должны, а ты им должен. Да и миллион долларов. Ты что, лягушек боишься? Да не стоять генерал, никогда их не боялся. Наоборот, он в детстве через соломинку надувал. А тут получается, что они меня надувают. Да мало того, что сидят в этих своих болотах, квакают. И деньги с тебя эти тянут, тянут, тянут. А я никогда никому не давал и давать не собираюсь. Так что, видо, не судьба. Алло. Сергей Иванович, приветствую. Не узнал? Жаль. Значит, богатым не буду. Узнал. Слушай, тут нужно одному человеку помочь. Товарищ генерал. Кантемиров, да. Товарищ генерал. Иван Адамович, он сам к тебе придет и все расскажет. Да. А когда? Угу. Так. Записываю. Все записал. Спасибо заранее. Счастливо. Я не призывался. Поэтому все стоит. Да мне, я не знаю, ну проще вот 10 раз с парашютом прыгнуть, чем по этим чертовым кабинетам бегать. Ну, к сожалению, у нас за прыжки квартир пока не дают. Иначе бы вся страна стала прыгать. Завтра в 16.30, смотри, я проверю. Есть. Спасибо. Решайте идти в свободе. Сочинение по Тургеневу вы написали отвратительно. Я бы даже сказал, ужасно. Я так понял, половина из вас прочитала только критику по роману, а вторая половина вообще ничего не делали. Так что эти опусы, а точнее сказать, взялые размышления на тему, придется переписать. Тихо, 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 тихо. Лев Михайлович, а когда нам читать? Как когда читать? Это вы меня спрашиваете в конце третьей четверти. Да роман вы должны были прочитать еще летом. Но в крайнем случае осень. Ну, а сейчас я не знаю, но по ночам читайте, господа. А спать когда? А вы с такими оценками еще и спать собрались? Спать в вашем взводе может только один человек. Трофимов. Встаньте. Вот это действительно сочинение. Причем сочинение Трофимова, а не литературных критиков. И, между прочим, в стихах. Да. Скажите, Александр, а вы не пробовали публиковаться? Ну, вообще-то нет. Самое время начать. У вас ведь определенный талант. Я поставил Трофимову три пятерки. Опа! Да, три. Да, три. И потому, что Суворовец Трофимов не просто ознакомился с произведением, а проанализировал его и облег свои мысли в поэтическую форму. Очень поэтическую. Да что я говорю-то же, Трофимов? Прошу вас в доске. А зачем? Как зачем? Да я хочу, чтобы вы прочитали свои сочинения вслух. А? Да нет, я, конечно, мог бы сам. Но, как говорится, автора, 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 автора. Ну, давай, 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 ну, хорошо. Трофимов, ну, ты молодец, ты дарёшь. Ты же эксперт. А вы не пробовали публиковаться? Александр ваш отец, случайно, не Сергеевич? Да, Трофимов, ты, конечно, монстр. Такой толмуд за ночь завалить вообще. Ну, а с чего ты взял, что я его завалил, а? Как ты с чего? А как же ты тогда такой хедевр смог накромсать, а? Ну, а что там для стихотворения надо? Ну, самое главное надо узнать всех главных героев. Ну, потом понять всё по смыслу. Ну, потом пиши, просто не хочу. Ну, главное, чтобы в рифму ещё. Замечательно, Трофимов, замечательно. Нет слов, нет слов. Не дай, как человеку мало для счастья надо. Да нифига себе, Трофимов, ты даёшь. Слушай, Трофимов, а ты не можешь выручить ещё одного хорошего человека? В смысле? Ну, вы ей мне что-нибудь похожи, а? Ну, всё равно без увалов. А я потом меня обижу, ты же меня знаешь. Ну, в общем, можно. Вот, Трофимов, можно так дай мне, а? Нет, пацаны, вы борзеете. Да что тут такого? Подумаешь, два стиха и всё. Ты чё? Три. Стоять, печка. Заказы больше не принимаются. Поэт загружен по завязку. Почему? По кочану. Кстати, хорошая рифма. Дарю. А дальше сам что-нибудь наколек. Слушай, Трофимов, там нужно что-нибудь... Придурки. Почему по кочану? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Степана ждёшь? Да, кого же ещё? Странно. Я из их взвода вообще сегодня никого не видела. Салют. Привет. Сыхали новости. Чё такое? Оказывается, третий взвод и на дискотеки не пускают. Не, нормально. Вывальнительные не пускают, на дискотеки не пускают. Здесь что, тюрьма, что ли? Не, в тюрьме по-другому. Откуда, знаешь? Сидела. Весело. И когда мы их теперь увидим? Девчонки, танцуете? Нет. Слушайте, а может, можно как-нибудь к ним в казарму? Можно. Только не советую. Я пробовала. Девчонки, а еда за мной. Куда? У них же окна во двор уходят. И что? По-моему, кто-то здесь хотел их увидеть. Как что? Пойди. Стёпа, надолго вас так? Не знаю. Говорят, нам месяц. Оля! Олечка! Чего? Олечка, сяди завтра в клуб. Скажи, чтоб трофаймы не стирали, ладно? Хорошо. Как настроение? Блин, это скучно, мне к тебе хочу. Позовите Трофимова. Девушка, а его нету, он не нарядит. Так ну и что? Пусть подойдёт. Он на тумбочке стоит. Так подмени его. Саша! 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 Я, конечно, не Саша, но хотел бы узнать, что милым барышням нужно. А когда их в город отпустят? А у нас их никто и не держит. Ещё вопросы есть? Тогда всё, пресс-конференция закончена. Всем спасибо, все свободные. Товарищ преподаватель, третий взвод к уроку русской литературы готов. Отсутствующих нет. Заместитесь. Значит так, суворовцы, у вас не взвод. Я бы даже сказал, у вас какой-то тут журнал-современник. Я даже бы сказал, могучая кучка. А знаете, Трофимов, я даже пожалел, что поставил вам столько пятёрок. Оказывается, у вас появились подражатели. Макаров, Сухомли, ну-ка встаньте, пожалуйста. Встаньте. Что это? Что это? Пародия на Трофимова или на Пушкина? Я спрашиваю, что это? Трофимов продемонстрировал всему взводу оригинальный подход к теме. А вы решили пройти по протольной дорожке? Допустим. Но ведь стихи это не просто умение рифмовать. Ну где полёт мысли? Где слог? Где хоть одна аллегория? Ну что вы смотрите на Трофимова? Ваши поэтические потоки и рядом с ним не валяются. Но, как сказал поэт, за попытку спасибо. Троечки, господа, садитесь. Спасибо тебе, Трофим. Нет, народ, я реально старался. Ну вам же понравилось. А вот за эту работу я даже троечки поставить не могу. Встаньте, перепечка. Слышь, чё, Трофимов, а ты это чё, печки тоже настрогал? Да нет. Скажите, перепечка, у вас хватит смелости самому прочитать этот шедевр? А я сам прочитаю. Иди сюда. Иди сюда. Смотрите, вот мне особенно понравился вот этот кусок. Так, ведь прочитав «Отцы и дети», поймут взрослые и дети, что нигилистом был Базаров, понятно, сразу без Базаров. Это успех, перепечка, это успех. Поздравляю, поздравляю, мой дорогой. Ну что, попробуем закрепить. Вот твоя печка. Я. Ко мне. Ну давай. Защита от пистолета. Значит так, сначала отбиваем руку, затем шаг в сторону, а потом бьём по кисти. Сильнее бей. А потом бросок. Да, я тебя уже мог три раза застрелить. Ставь смех, ставь срой. Творец ухомлин. Я. Ко мне. Есть. Ну давай. Приём тот же. Пистолет у меня. Молодец. Быстро усвоил. Раньше занимался? Так точно, джиу-джитсу. Отчего молчал, я бы сразу выстрелил. Прострой. Есть. Сворот Соболев. Я. А мне. Есть. Блин. Ещё одна суббота коту под хвост. Сухой, а ты, этой, долго занимался джиу-джитсу? Долго, Печка, долго. С восьми лет. Нифига себе. Слушай, а меня сможешь поднатаскать? Слушай, Стёпа, ты знаешь что, ты лучше бегать научись. Вот прикинь, на тебя нападут, а ты им как и убежишь. Сухой, я серьёзно. Ну, хотя бы приёмчик. Вот у меня сегодня просто, ну, не получалось отработать. Ну, вот помоги, а. Слушай, Печка, тебе что, делать нечего, а? Ну, подумаешь, ну, сегодня не получилось. Завтра зато обязательно получится. Обязательно. Ну, Ля, ну, будь человеком, а помоги. Ну, понимаешь, ну, помоги мне потренироваться с кем-нибудь. Слушай, Печка, ты уже достал, понимаешь, достал. Иди, сделай себе чучело и тренируйся сколько хочешь, понял? Ладно, попросишь ты меня. Печка, свари, а. Синица, помоги, а. Всё, б я занят. Трофим, ты что делаешь? Да что, не видишь? Творю. Пойдём, потренируемся. Чё? Ну, пойдём, потренируемся. Я тебя побросаю, а ты меня. Я тебя побросаю? Не, спасибо, мне грыжа не нужна. Всё, иди, Печка, отсюда. Ладно, ладно. Э, пацаны! Кто пойдёт со мной тренироваться? Стёпа, ты чё делаешь? Чё надо, то и делают. Печка, ты что, чучело лепишь? Я ж пошутил. Ты пошутил, а я серьёзно. Ну, а чё, Печка, правильно? Отвезёшь его домой, поставишь все в огороде. Ну, и будут все вороны честь отдавать. Слушай, ты, мужики, он же как живой, а? Вот только ботинок не хватает. Точно! Пацаны, а давайте приколимся, а? В смысле? Пацанам уж не надо. Слушай, Печка, не я как воду, а? Влетит же! Ну, что тебе влетит, а? Бывало ли пусть? Так такать не ходим. О, супер! Дай себе газету. Эй, эй, бойцы! Вам что там, заняться нечем, что ли, а? Опа-на, не понял-на! Невальный! Ты что, оглох? А ну, встать! Встать, я сказал! Сержант! Сержант ко мне! Товарищ мэр, вице-сержант Макгар... Отставить! Кто это сделал? Клево! Что вы сказали, суворовец? Игру не могу знать, товарищ мэр. Где ваш офицер-воспитатель? Как где? У него сегодня выходные. Понятно. Третий взвод! Строимся! Мариша! Маришка! Маришка! А ну, как ты думаешь, что здесь такое? Ну, как что, справки? А, справки! Здесь несколько десятков тысяч долларов в ценных бумагах! Полный комплект документов на получение кредита, Машенька! Неужели все? Все! Спасибо Матвееву! После его звонка, ты представляешь, не я по кабинетам носился, а меня носили! Всего один звонок, а? Здорово! Слушай, надо как-то его отблагодарить! А как ли? Все ему деньги шли давать? Вань, ну ты меня иногда удивляешь! Ну, при чем здесь деньги? Маша, а что тогда? Что, девочки? В куклы играть потянуло! И кому пришла в голову эта светлая мысль? Я спрашиваю, кто тот у вас кукловодом заделался! Хорошо! Стоим, не расходимся! А я пока Василюку позвоню! Пусть пробежится по морозу до училища! Товарищ майор, это я! Что я? Это моя идея! И зачем вам это было? Надо, Суворовец! Просто так! Просто так говоришь? Ну, ладно! Потом разберемся! А это? Убрать! Слушай, ну ты красава! Уважуха! Это вы красавцы! Нафига это сделали? Разрешите, товарищ генерал? Что, опять проблемы? Никак нет, товарищ генерал! Наоборот, все нормально! Все документы скоро будут готовы! Я вот зашел, так сказать... Ну, как это? Спасибо сказать! Да, ну, если бы не вы, товарищ генерал! Иван Адамович, это уже лишнее! Не, ну как, товарищ генерал! Вот тут так! Мы с женой просто подумали... Вот, может быть... Убери! Ну, товарищ генерал, ну... Убери! Ну, на новоселье мы выпьем! Ну, товарищ генерал, да когда еще это новоселье? До него еще дожить надо! А тут вот... Кантемиров, а где ты научился взятки давать? Ну, почему взятки? Товарищ генерал, это же просто вот, ну, благодарность, как бы... Нет, ну, вы извините! Просто мы с женой не думали, что... У тебя все? Так точно все! Ну и свободен! Есть! Свободен! Может? Ну, на новоселье выпьем! С удовольствием! Ступай! Есть! Новоселье! Обиделся, бедный! Палыч, привет! Привет, Делюсь! Подожди, ты чего? Там мы что-то собрался? А ты что, против? Да нет, я не против, но просто... Палыч, повод есть? Ты хочешь повод? Ну, как ты не поверишь! Я сегодня все документы на квартиру собрал! О, поздравляю! Только, знаешь, Адамыч, повод он всегда есть! И без твоих бумаг было бы что! Таково! Обижаешь, Палыч! Есть что? Да, и что там у тебя? Ты глянь! Коньячок! Лимончик! Шоколадочка! Здесь, что ли? А чего тут такого-то? Да рабочий день, вот, давно уже закончил! Что, мы не имеем права? Опять капель! Ну, символически, Палыч, а? С ума сошел! Дети кругом! Ну, Палыч, что ли? Дети, дети! Ну, что нам с тобой на улице, что ли, идти в подъезде из горла пить? Адамыч, в училище я пить не буду! Ну, ты извини, я тебя домой пригласить не могу! Наши все вещи упакованы на пороге стоят! Жалко! Ну, я думаю, мы сейчас так, это, коньячок-то там, под лимончик-то, шоколадочек. Адамыч, под лимончик-шоколадочку говоришь? Ну, да. Черт с тобой! Пошли ко мне! Все взял, все! Сухой! Слушай, ну, что ты мне покажешь? Что тебе показать? Ну, прием! Блин, Печка, ну ты угомонишься когда-нибудь, или нет? Ну, я же вам чучело отдал. Слушай, Степа, ну дался тебе этот прием, а? Ну, просто завтра рукопашка. И что? Ну, надо мной опять я ржать буду! Фу, горе-то ухвое. Ну, ладно. Значит, показывай один раз. Учти, запоминай, как хочешь. Давай, захват! Захват-то раз. Удар по руке-то два. А, ну это я знаю. Ты мне бросок покажи. Смотри, Печка, ты при броске ногу не доворачиваешь. А надо всем корпусом. Вот так. Понял? Сухой, ты что, тупой? Да, Палыч, я ведь раньше думал, что вот эта поговорка, ну как-то, без бумажки ты как отказ бумажкой человек. Я думал так, присказка, да? Пока на собственной шкуре не убедился. Да, вот сейчас без бумажки никуда не суньтесь, даже в туалет. Ладно, давай. Так, а за что? Обоснуйтесь, товарищ майор. За то, что человеком стал. Это точно. Поехали. О, хорошо. Нет, действительно, гора на спричь. Хоть завтра в банк беги. Сейчас бы еще как-нибудь с жильем разобраться. Не понял. А ты сейчас с чем разбирался? Да нет, я не в этом смысле. Ну, нас квартирная хозяйка это выставила. Да я лучше другую хату нашел. Все. Пока там наш-то дом будет строиться, мне бы сейчас вот и, не знаю, недельку где-нибудь перекантоваться, разобраться, и все будет нормально. Что значит мне? А Мариану? Ну, как Мариану? Мариану родители пока. А ты чего? Где? Что? Теща? Да нет, ну что ты скажешь. Теща все нормально. Просто там однокомнатная квартира, понимаешь, да? Ну, а Машка положения, да еще и этот, псина. Ну, собака в смысле. Да ладно, я перекантоваюсь где-нибудь. На крайняк он в канцелярии, Костя, кино и все делов. Зачем в канцелярии? Недельку ты у меня можешь пожить. Ну, ладно, брось ты, Палыч. Ну, какая проблема? Дочь в институте в Москве. Ну, дочка, а жена-то что скажет? Какая жена? Я уже пять лет как в разводе, я дамыч. А, ты, черт возьми. Извини, Палыч, я это в смысле. Палыч, я предлагаю, что за это надо выпить. За что? За это. За это? Ну, в смысле, чтобы у нас все было нормально. Что? Ну, в общем-то, я надеюсь, меня понимаешь, да? Не совсем. Ну, ладно, давай. Разрешите, товарищ генерал-майор? Проходи. Вот, полюбуйся. Что это, товарищ генерал? Докладная. Кровать ремонту не подлежит. Так что, новую покупать? Или, может быть, ты из дома свою принесешь? Леонид Вячеславович, почему не подлежит? Я посмотрел, там можно отремонтировать. Да? Ну, возьмите с Василиком и отремонтируйте. Что у вас там происходит? Десять лет кровать стояла нормально. И еще столько бы простояло. Ну, что они там на ней прыгали, что ли? Товарищ генерал, там все случайно произошло. Да у тебя все случайно. Войки получают случайно. Синяки под глазом случайно. Завтра все училища разнесут. Тоже скажешь случайно. Товарищ генерал, весь взвод вторую неделю без увольнений. Пар девать куда-то надо. Вот и бесятся. Подожди, как это без увольнения? Ну, так запретили. Не понял. Кто запретил? Полковник Ноздрев. Леонид Вячеславович, я думал, вы знаете. Полковник Ноздрев слушает. Александр Михайлович. Здравия желаю, товарищ генерал. Скажи мне, полковник, почему третий взвод второго курса в полном составе в увольнение не ходит? Я запретил. А причину позвольте узнать? Да тут такая история без слез не расскажешь. А ты расскажи, я поплачу. Ну, понимаете, родители приходят, жалуются, плачут просто. Чьи родители? Ну, девчонок. Дон Жуан-то наш, эти, недоспелые. Понакрутили, понимаете, в горде романов с одной, со второй, с третьей, с четвертой. Да черт ногу сломит. Ну, я решил пока временно изолировать. Ну, да. Ты Дон Жуаном, значит, в детстве не был, за девчонками не бегал. Или, может быть, ты другой ориентации? Да я, да я, да я, нет, но дело-то не в этом, не в этом дело. Точнее, я так, в порядке профилактики, так сказать. Почему сразу не доложил? Ну, а что тут такое-то? И так все понятно. Ему все понятно. Значит так, перетянул ты гайки. Ясно? У меня, между прочим, тоже дочь. Причем здесь ориентация? Ну, чего встал? Друзей не узнаешь? Здорово. А ты чего, прячешься? Ничего я не прячусь, просто в валы не пускаю. Слышь, как на бабке играть, так отпускают. А как долг отдавать, так нифига, а? Пацаны, ну я... Короче, когда бабки будут. Что это будет, так вот. Когда бабки играть, так тормозль. Абс nä Roll gur tinc ты, не пон씨. Иди, ка рэм, ка рэм! Абс зим, цветUL. Абс зима, камняh. Зима expected. Абс зима, красота. Да, тыie. Рэм, зверь. Тятого, хор за отлично. Абс зима, нев console кажут. Субтитры создавал DimaTorzok